Вот уже практически два месяца скоро, как Джо Байден будет уже официально президентом Соединенных Штатов Америки. Вот что сегодня уже можно сказать? Есть ли уже целостное какое-то видение его политики? Или есть какие-то контуры, которые уже сейчас могут читаться? Да, достаточно много можно сказать. Первое, он назначит очень компетентных людей. Они больше всего выглядят как люди, которые работали в администрации раньше, потом получили политическое назначение. И сейчас они политики, но в то же время они выглядят как civil service. Это очень компетентные чиновники. И его взгляды, это приблизительно, что он хочет людей, которые хорошо работают между собой, что это не правительство конкурентов. И, конечно, очень много женщин и очень много, скажем, из африканского происхождения, индейцы и так далее. Что очень внешняя этническая группа. Что это первое? Второе, это какая это политика? Но больше всего это внутренняя политика. Что надо первое остановить цели разрушения от Трампа и организовать новую политику. И это принципы обо всем. Что это об иммиграции, это о среде, это чтобы государство начинает работать снова. Например, почтам здесь не работает. Только 35% почты приехали вовремя, в декабре. И Трамп там назначит человека, который может это разрушить. Что это просто идея крайних республиканцев, что надо разрушить государство. И что Трамп совершил. И сейчас Байдену больше всего это надо делать. И точнее на повестке дня главные два пункта. Это коронавирус. Здесь сейчас полтора миллиона людей приблизительно каждый день получают вакцин. Иногда даже чуть больше, чем 2 миллиона. И другое, это развивать экономику. Чтобы экономика начинает действовать лучше. Что в самом деле США только потерял 3,5% в МП. В прошлом году нам, скажем, половина из того, что было в Европейском Союзе. Но сейчас хотят, чтобы экономика быстро развивается. И это главный вопрос. Байдена сейчас получить почти 2 триллиона долларов в государственных расходах. Что это главное. И что я не упомяну сейчас, это внешняя политика. Внешняя политика вообще там не приходит. Байден очень мало занимается внешней политикой. И позвонит достаточно мало руководителей до сих пор. И, конечно, из-за ковида Байден очень осторожен. И имел сейчас первые, скажем, виртуальные встречи только с Канадой и Мексикой. Самые близкие страны здесь. Что обсуждается, что, вероятно, первая повестка за рубежом, вероятно, будет в июне только. Что это их, что Байден сосредоточится на внутренние дела. И то, что он очень осторожен с здоровьем. Ну, если говорить уже о внешней повестке, то хотелось бы вспомнить о том, что в январе была представлена рекомендация господину Байдену. И вы участвовали в ее разработке по отношению к Беларуси. Что делать новая администрация с Беларусью. Если я не ошибаюсь, то в эту пятницу, 5-го числа, будет презентация вот таких же предложений, что делать Байдену по Украине. Я не знаю, вот, наверное, сейчас сложно приоткрыть завесу над тем, что будет озвучено 5-го. Но если вдруг вы можете приоткрыть немного завесу над тем, что же предложено делать Байдену с Украиной, то это было бы интересно. Ну, можно сказать, что там два главных принципа, как раньше, достаточно ясно. Первое, что это будет сильная поддержка для обороны Украины. И если в прошлом году Украина получила 400 миллионов долларов, вероятно, это будет 500 миллионов долларов для военных целей. И это называется полная поддержка для суверенности Украины. И второе дело, это будут внутренние реформы, что Байден будет достаточно сильно бороться за, скажем, антикоррупционные реформы в Украине. Но здесь не ясно, сколько это будет. И тоже не ясно, кто будет послом в Украине, вообще не ясно. То есть до сих пор еще неизвестно, да? Да, никаких назначений послов не ясно все еще. И тоже не ясно, кто будет заместитель министра иностранных дел для Европы, что имеет очень большое значение. Из-за импичмента все остановилось в течение недели. И это особенно поповано на значение. И Байдену нет достаточно много проблем в Сенате, потому что старые белые республиканские сенаторы не любят женщин. Не особенно, если у них черная или коричневая кожа, тогда у них хуже шанс, что это действительно выглядит как расизм. И как они просто против женщин вообще. Что это сложное дело. И тоже это по поводу внешней политики. Байден, когда он выступил виртуально в Монахиум, он сказал, что Америка вернулась. Да, это ясно. Это старая Америка. Байден очень хорошо знает Европу. Но тоже он сосредоточится на Германию. Германия это первое. Потому что это главная страна в Европе сегодня. И потом это Европа. И ясно, что восточная Европа это имеет меньшее значение. Украинцы спрашивают, почему он позвонил Путину так рано. Я думаю, что это достаточно ясно. Потому что в день недели после его инаугурации нужно было продлить договор о дядерном оружии. И это он сделал. Он это сделал быстро и просто. Просто продлился в течение пяти лет. Чтобы не надо больше заниматься, не обсуждать это дело. И для Путина это тоже выгодно. Потому что они просто договорились на этой основе. Но тогда надо разговаривать. Что я не считаю, что это имеет особо другое значение. Что он позвонил Путину так рано. И вообще он позвонил очень мало лидеров. И потом, что будет? Ну, первое, я думаю, что не будет много политиков в течение долгого времени по поводу Украины. Просто из-за того, что не назначили людей. И это длится очень долго. Что если можно догадывать? Я думаю, что не будет американского посла в Украине до сентября. Ого! Это серьезно, да? Ну, это надо назначить множество послов. И до того надо назначить множество заместителей министров. И послов это обычно после заместителей министров. Не обязательно. Но выглядит, что сейчас такой порядок. И, скажем, самый большой вопрос, это будет ли Америка заниматься вопросами по Донбассу. Я думаю, что это будет, но это скоро не будет. Это вероятно будет, вероятно заниматься этим вопросом только осенью. У Осенью. Продолжение следует...